всем привет с вами замф илья сейчас хочу показать свой проект по интеграции 1с бухгалтерия с битрикс24 в данном проекте было реализовано расширение битрикс24 она была внедрена в конфигурацию 1с бухгалтерия типа его я версия бухгалтерия версии 3072 имеет режим совместимости 8312 принципе достаточно такой совместимости для переноса большей части функционала в расширении единственное что пришлось сделать непосредственно в конфигурации добавить общий модуль битрикс сейчас секундочку с битрикс24 обмен в нем содержится одна процедура которая вызывает процедуру обмена из расширения если что-то происходит исключительная какая-то ошибка в данном модуле соответственно будет сделана запись в журнале о регистрации помимо общего модуля в основную конфигурацию также было добавлено регламентное задание битрикс24 обмен вы можете настроить с какой периодичностью будет происходить обмен с битриксом больше никаких изменений в типовую конфигурацию внесено не было и вся разработка полностью происходит в расширении здесь у нас добавлена подсистема добавлены общие модули необходимые для работы с сущностями добавлены определенные роли для разграничения прав администратора и обычного пользователя по работе с битрикс добавлены общие команды для того чтобы на формах можно было получить определенный доступ допустим обновить данные за динески вручную или получить данные также здесь реализованы определенные справочники регистры все это необходимо для выполнения определенных логических операций при интеграции давайте покажу как это выглядит все в пользовательском режиме у нас есть подсистема битрикс вот она у нас появляется при включении расширения в панели администрирования если мы зайдем в обслуживание у нас в регламентных операциях регламентные фоновые задания появляется фоновое задание по обмену вы можете зайти в него и настроить его расписание допустим данное расписание стоит выполнять каждые 60 секунд обмен с битрикс вот как выглядит эта подсистема под администратором с полными правами здесь есть служебные регистры дата сверки это необходимо для выполнения обмена с битрикс то есть понимать когда последний раз происходил обмен с какими сущностями журнал битрикс24 здесь фиксируется все ошибки происходящие в модуле то есть помимо журнала регистрация есть отдельный журнал в котором фиксируется развернуты все ошибки обмен битрикс24 сюда попадают все объекты которые мы будем выгружать битрикс автоматически и сопоставление данных здесь выполняется автоматическое сопоставление данных объектов 1с объектами битрикс есть консоль разработчика здесь можно проверить соединение связь успешно установлена можно получить поля какой-то сущности допустим ли да можно увидеть сразу их название это больше пригодится разработчикам можно посмотреть сразу наименование сделать поиск и соответственно в коде как-то привязаться к определенным полям здесь все видно сразу типы этих полей такая достаточно удобная консоль можно получить по идентификатору сразу формате джисон какой-то объект или выполнить произвольный запрос с добавлением фильтра и также результат этого запроса получить джисон помимо этого присутствует здесь панели администрирования здесь связывается сущность компании контакты сделки с теми объектами которым происходит обмен непосредственно в данной конфигурации допустим сделка здесь связывается с доработанным объектом метаданных с документом коммерческое предложение вы можете установить связку с любым другим документом и немного переделать код по обработке данного документа также контакты связаны с контактными лицами компании связаны с контрагентами и соответственно вот у нас есть три сущности основные компании контакты сделки если мы будем их открывать мы будем видеть соответствующие сущности допустим я открыл сделки у меня открылась форма списка документа коммерческое предложение есть также номенклатура продукция но это реализация конкретного проекта заказчик захотел фильтрацию при подсчете определенных параметров только по конкретной номенклатуре то есть здесь мы добавляем к номенклатура которая будет учитываться при расчетах и соответственно будет вестись расчет только по этим позициям здесь выполняется обмен в обе стороны при этом он такой достаточно специфичный здесь можно создавать сделки на по стороне 1с то есть коммерческое предложение и эти данные будут у нас передаваться в обе стороны но не все реквизиты а только часть этих реквизитов давайте создадим тестовую коммерческое предложение укажем номер кп дату номер заявки клиента номер заказа укажем контрагента допустим жалюзи контактное лицо данного контрагента добавим какой-то расчет ну ладно я немножко не в курсе как нужно заполнять правильно данный документ принципе здесь просто берется рассчитывается какие показатели я не переносится в битрикс для нас сейчас принципе это не особо важно вот мы создали коммерческое предложение давайте перейдем к нашему служебному регистру обмен битрикс24 вот у нас попал сюда в наш импровизированный план обмена данное коммерческое предложение и она будет выгружена у нас с ремку давайте пока это сделаем вручную нажимаем отправить с рем все данные успешно обновлены если мы сейчас перейдем в сырье и обновим сделки вот мы видим что у нас появилась сделка у нее уже установлен определенный статус давайте откроем ее в битриксе видим что сформировалась определенную заголовок перенеслась организация номер телефона email контактное лицо контактное лицо сразу же привязалась к определенной организации если эти данные уже ранее переносились по данному по данной компании и данный контакт они просто перенесутся их идентификаторы при их отсутствии они автоматически создаются на стороне битрикс перенеслись заполнились определенные поля номер кп установился название здесь если бы у нас была заполнена табличная часть заполнились бы вот эти показатели давайте допустим тип узлов выберем сейчас здесь непосредственно и номер заявки клиента давайте укажем что же здесь нажмем сохранить закроем данную сделку перейдем в 1с и получим изменение из сыры все данные успешно загружены давайте откроем наше коммерческое предложение видим номер заявки клиента изменился и у нас установился тип кп лсп 50 то есть все реквизиты которые необходимы были заказчику переносится в обе стороны можно изменять как на стороне битрикс и так и на стороне 1с ну конечно большая часть выполняется на стороне 1с а витрикс больше ведется аналитика и ведутся контакты и контактные лица последующим проект будет развиваться будут переноситься печатные формы но в данном случае проект уже готов к сдаче он можем завершён и принципе будет потом будущем уже развиваться по новым техническим добавочным заданием конкретного заказчика на этом все всем удачи пока а